Гаврилов-Пасад, Лук-Лубенец. В субботу здесь тысячи гостей на праздники русских традиций. Городу 590 лет. Говорим Гаврилов-Пасад, думаем, породистые тяжеловозы. Их мы покажем во всей красе, сохраните терпение. Как говорит глава Владимир Лаптев, город постоянно благоустраивается. А к празднику, спасибо организаторам и жителям, готовились с особым трепетом. Даже с небесной канцелярией договорились. А в этот день дождь обещали? Обещали. Но Владыка вчерашний день проводил службу. Вместе с жителями мы помолились. И Владыка сказал, все будет хорошо. И вот на сегодняшний день мы это наблюдаем. Здесь не море, но поле развлечений для гостей любых возрастов из разных городов. Мы приехали сюда из очень-очень далекого и теплого города Краснодара. Но оказались мы здесь не случайно. Это город моего детства. Отсюда моя бабушка. И 10 лет назад я вот сейчас гуляю на празднике и не могла себе даже представить, что здесь будут проводиться настолько красивые, настолько масштабные мероприятия. У нас праздник русских традиций, поэтому большое количество русских забав, старых народных игр, ремесленники, фермеры приехали со всей Ивановской области. Погода радует, народа много. Так что, надеюсь, все зарядятся хорошим настроением. Ну что, пошли за хорошим настроением. Путь преграждают гусары. Хоть и жарко, облачают в мундир. А расскажите нам немного про гусара, вдруг кто не знает. Уй, гусары – это такой род войск легкой кавалерии. А когда он образован был? Мы – Александрский гусарский полк. Мундир начала 19-го века, на 812 год война. С императором Наполеоном. С Великой армией. А почему вы в губной помаде? Благодарность публике. Заставляете? Нет, только добровольно. Вот, например, вот так. Спасибо вам. Гусары засланы из Московского патриотического клуба. На старшине – Алый Даламан, на мне – темно-синяя Чикчира. Зимний вариант для красоты и лихости. Здесь представлен палаточный лагерь Российской императорской армии на период Наполеоновских войн. Здесь представлены солдатские палатки, палатки унтер-офицеров. И представлен возможный шатер, под которым обычно собирались офицеры. И там проходили какие-то совещания, что-то еще. У каждой сабли есть ташка. Это вот, собственно, такой элемент, который был создан для того, чтобы в нем перевозить корреспонденцию, какие-то послания, депеши и так далее. Не промокло? Ну да, это и сохранение, ну и опять же, на этой униформе нету совершенно никаких карманов. Поэтому спрятать, собственно, никаких вещей, ну, некуда было положить. Ну, только в сапог. Переходим мостик, и вот они, любимцы публики. Класс элита. Не аплодировать невозможно. Можно, но не громко. Чтобы газолин не смутить. Жеребята от газолина всегда востребованы на конном рынке России и не только. Итак, на манеже у нас находится жеребец-производитель растеневодческого хозяйства «Родина» по кличке Гвардеец. Таких, как Гвардеец, сегодня табун. Вот эти красавицы – внучки лошадей из Гаврилова-Пасадского конезавода. Ехали издалека в 10 часов из Ленинградской области. Вот эта вот Любава у нас, молодая кобыла, ей 5 лет, а эта Бали – 3 года. Мы их заездили в этом году в пару, и при этом они показывают идеальный результат. Мы ездили с ними на эпосферу, вот решили привезти их сюда, показать пару ладивистов тяжеловозов, потому что очень мало кто запрягает, и выступить, людей покатать. Они очень темпераментные, похожи, спокойные, прут как танкеры на все страшное. Ну, и просто как бы очень похожи друг на друга, несмотря на то, что Любава рыжая, а Бали гнидая. Лошади прибыли на праздник из разных городов, не на своих четырех. У нас специальная машина, специальный коневоз, туда загружается лошадка, закрывается, и, соответственно, ее везут. А это красотка Калибри, ей 20 лет, и она звезда кино. Снялась более чем в 20 исторических фильмах, но сейчас катает туристов по Суздалю. Ожидаемо на празднике было много семей с детьми, главное, конечно, посмотреть на лошадок. Гладить и кормить особо не разрешали опасно, но и каждый желающий мог приобрести сувенир со смыслом от ремесленников. Вот, например, супруги Коротковы много лет вместе творят красоту. В русских традициях Ирина шьет игрушки, Михаил орудует ножичком. Берется просто деревяшка, рисуется и уже ножичком начинает вырезаться. То есть все это вырезается ножиком, потом просто шлифуется шкуркой. Сколько по времени? Ну, по времени очень разные. Ну, где-то дня два-три. Покататься на породистых лошадях, поесть шашлык, отведать кваса. А еще гостей ждали мастер-классы. По гончарному делу, кузнечному мастерству, плетению венков, стрельбе из лука, а еще экскурсии по городу. Вечером выступила фолк-рок-группа «Мельница». Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».